Музыка Говорят, что человек никогда не угадает, где настигнет его судьба. Для Марины и Владимира Мерзликиных жизнь изменилась, когда они приехали в Афганистан. Тогда с ними случилась не только война. Среди разрухи, стрельбы, смерти возникла любовь. В Афганистан я попала, в общем-то, случайно. В моей жизни все случайно. Как же вы смогли встретиться и где познакомились? В штаб как-то зашел, попросили меня посмотреть им холодильник. Ну вот, у них в комнате Марина с ними жила. Там мы бы ознакомились. Горячая точка тоже стала случайностью для Марины. Она просилась в Германию, но военкомат ей отказывал. Поэтому, когда молодой медсестре из Балакова предложили поехать в Афганистан, она не раздумывая согласилась и променяла городскую больницу на госпиталь. Это просто молодость, наверное, как-то мы все это переносили. И, в общем-то, люди как-то, мне кажется, раньше были выносливые, были к таким бытовым условиям. Поэтому мы как-то были не капризны. Марина рассказывает, что в госпитале были созданы все условия, не только для спасения раненых, но и для работы самих медиков. От жары спасал кондиционер, всегда была горячая вода, необходимые медикаменты и инструменты в наличии. При получении тяжелых ранений военнослужащий поступал в госпиталь, где врачи при помощи вот таких инструментов оказывали ему помощь. Но проблема ощущалась в кадрах. К примеру, Марина работала в паре с врачом. И иногда их некому было даже сменить. По сколько длились вообще смены? Работали сутками, но по-всякому было. И по полторы суток работали. Всякое было. Но вот когда во время хостельской операции мы работали очень много. Я помню первый день прибытия туда и последний через месяц. Остальное. Ну, оно не то, что как в Тубане, он работаешь, там час-два перерыв, работаешь, час-два перерыв. То есть мы вдвоем с травматологом, травматолог, и я одна медсестра. То есть так вот. Меня даже недавно девчонки спрашивали, а поскольку вы работали, вас кто-то менял? Я говорю, мы вдвоем с травматологом. То есть он один и я одна. То есть кто нас менял? Мы друг друга меняли. А там только гражданские врачи были или военные врачи? Нет, там военные врачи. Военные врачи. Военные врачи. Гражданский у нас был один только. За полтора года, пока Марина была в Афганистане, она всего три раза была в городе. Медиков берегли и не отпускали с территории госпиталя, лишь в сопровождении военных. Пищу разрешали есть только ту, которую готовили в военно-полевой кухне. Никаких местных кулинарных изысков. В общем бы был ограничен территорией госпиталя. В соседство прям тюрьма у нас была, часовые на вышках. Тюрьма афганская? Афганская, да. Я всегда этим мальчикам, когда они приходили за этим, говорили, что на операцию надо идти. Я им всегда говорила, ждите, я боюсь отойти по территории. Непривычен был и климат. После средней полосы России попасть в жаркий Афганистан удовольствие не из лучших. На адаптацию ходили недели. Но удивляться пришлось не только зною. Первый год прям вообще ливни были, дожди. А второй год даже снег выпал. Как раз вот после нашей свадьбы снег выпал и лежал, наверное, около месяца снег. Но афганцы, наверное, тоже к этому не привыкшие. Они в сланцах босиком по снегу ходят. Марина признается, людей, которых лечила, она не помнит. Слишком много их было за время ее работы в госпитале. Оказывать помощь приходилось и солдатам, мирным жителям и даже врагам. В воины попадали различные, то есть это и рядовой состав, и офицерский состав. Да, да, да. И рядовой, и офицерский, и афганцы, и дети афганские. Редко, правда, были, но были. Мне удосталось даже обрабатывать специалиста по стингерам. Он сидел в совершенно прям зарешочной камере, и мы туда заходили, его обрабатывали. Солдатики часовые стояли, и мы показывали тоже помощь. Он также больной. Душманы считали стингеры идеальным оружием и утверждали, что смогут сбить им практически любой советский вертолет, самолет и едва ли не космическую станцию. Пакистанские инструкторы по применению стингеров проходили восьмимесячные курсы в США. Самим же стрелкам для освоения нового оружия хватало двух недель. Владимир Мерзликин попал в 181-й мотострелковый полк сухопутных войск вооруженных сил СССР. Полк принимал активное участие практически во всех боевых операциях. На территории от Кандагара до Хейретона молодой солдат оказался в непростых условиях. Медики жили и работали в сравнительном комфорте, а вот солдатам приходилось сложнее. Шок, конечно, был, естественно, но как в другой мир попал. В палатках жили мы сначала, а потом уже параллельно строили, как сейчас сборно-счетовые, фанерные казармы построили. Еще больше впечатлений было, когда первый отпуск поехал, когда прилетели в Ташкент. Мы ходим в самолет, и весь город в огнях горит. Это было что-то с чем-то. С опасностью молодой Володя сталкивался постоянно. Но одно дело, когда ты идешь в бой и морально готовишься к самому страшному, и совсем другое, когда неожиданность постерегает тебя в быту. Спустились в ущелье, как раз попали под раздачу, так сказать. Минут 30-40 от тела мы вышли. И КАМАЗ стоит этот самый лейтенантик раненый. И пацан, машина, горит, бегает. Им его до части довезли в медпункт далее. И госпиталь обстреливали, и люди гибли. И вот Володе уже перед, наверное, уже за несколько месяцев они ездили куда-то по делам на машине и поймали где-то мину. Привезли ее в часть, поставили машину. Хорошо как-то вот машин стоял отдельно, горючего тоже в машине было мало. И все как раз ушли, никого в машине не было в это время, это взрывное устройство сработало. Временной, скорее всего, было, потому что мы, в принципе, проехали-то минут 15, наверное, 20 до части. В Афганистане находилась различная военная техника, которая даже находясь в непростых погодных условиях позволяла выполнять любые поставленные боевые задачи. Местные жители к советским солдатам относились хорошо. Многие афганцы получали образование в СССР. Поэтому разговаривали на русском языке. Они помогали военным, потому что знали, от них зависит безопасность. Вот первый вывод пошел. Вот сейчас уйдете, мы останемся сами собой, придут душманы, нас всех как бы под себя поданут. Ну, так и получилось. Вот в таких условиях родилась молодая семья Мерзликиных. С одной стороны война, с другой чувства друг к другу. Поэтому со свадьбы долго не раздумывали, не стали ждать возвращения домой. Ходили вместе, просили разрешения. Не то, что просили, чтобы нам разрешили зарегистрироваться. То есть там вот так вот еще не так просто пошли, расписались. Всем поехали в посольство. В посольство расписывались. Расписывались в посольство. Ну, естественно, то, что там фотографии несколько делали. Фотографировались на фоне посольства. На улице. И сказали, что нельзя так делать. У нас охранник забрал. Я слепилась. И засветил всю фотографию. Всю пленку, вернее. Мы, конечно, сначала сопротивлялись. Наш солдатик сопротивлялся, который нас фотографировал. Ну, потом говорит, ладно, отдыхай. В жизни Мерзликиных было много случайностей, которые в итоге становились решающими. Так получилось и с выбором места жительства после Афганистана. А почему в Булаково вернулись? Ну, не в Алтай, да? А именно в Булаково. Случайно. В нашей жизни всё случайно. В Булаково жить не планировали вообще. Вот получилось так случайно. Приехали в 90-е годы. Решили обосноваться пока временно здесь. Всё, что временно, то постоянно. То постоянно, да. Ну, Володя устроилась и на атомную. Поэтому нам сразу здесь жильё пообещали. Ну, вот как-то уже. Временно здесь живём. И временно работаем. На одном месте. Да. По 30 с лишним лет. И уже как бы и желание переедеть. Ну, да, да, нет, конечно. Булаковское отделение боевого братства объединяет ветеранов разных войн. На протяжении многих лет семья Мерзликиных входит в её состав. Владимир и Марина принимают активное участие в мероприятиях различного уровня. Проводят патриотическую работу. Без преувеличения можно сказать, что боевое братство для них стало вторым домом. Без преувеличения. Без преувеличения. Без преувеличения. Без преувеличения. Без преувеличения. Без преувеличения. Без преувеличения.